Здравствуйте. Объединенные Арабские Эмираты Россию обожают безоговорочно, с достойным постоянством. Эмираты не испугались первых русских туристов «все включено», вытопцавших Турцию, Испанию, Болгарию, не дрогнули автомобильным рынком, согласились на вольный выгул по своей стране российских силовиков с последующим отстрелом чеченских боевиков, благосклонно принимают релакантов, оберегают камеру хранения российских правительственных чиновников, членов их семей и по первому зову кивают головой в готовности подтвердить заказанную России информацию. Денис Мантуров в прошлом году заявил о появлении в Эмиратах лимузиностроительного завода по выпуску аурусов. Эмираты кивнули головой. Мантуров съездил перерезать ленточку, но в итоговом каменнике не смог вспомнить, в каком городе завод, и пресс-служба задним числом переписывала речь министра, решив, что пусть завод аурусов будет в Дубае. Продолжающаяся благосклонность, мода на русские автомобили после завода аурусов должна была взойти на очередную ступень и сиять руч-халифом, но вместо подобающих яхт, бизнес-джетов объявился автоваз. Ходоки пришли к Ленину, предъявили Сидор, дилерские намерения в одном ряду с шоурумами Ламборгини, Феррари, Макларена, Мерседесов. По достоинству встанет дилер Лады. О невиданном намерении Эмиратов хлебнуть русских Жигулей заявил директор письменного стола автоваза Максим Соколов. Ему как раз есть что предложить. У него теперь есть свой Рену Логан, он же новейший Лада Искра. Выпускать ее будут не скоро, через год-два, но и здание на песке строится небыстро. Скромно восхищаясь отражением в зеркале, Максим Соколов поведал, что это не он, это они сами. Это Эмираты вознамерились. Это их инициатива, это их дилер. Это они приехали в Тольятти, прошлись по заводу и сильно захотели себе такое же. Эмираты послушно кивнули. Сейчас Эмираты сгрудились вокруг Жигулей и проводят сертификацию, разглядывая неведомую зверушку. Максим Соколов пригрозил поставкой всего модельного ряда, начиная от Сукона, Пасконной Нивы, включая неувидающую Гранту, китайскую Весту, новейший Логан Искру и непременно электромобиль Е-Ларгус. Весь модельный ряд бренда Лада отлично адаптирован к условиям зимы. Обладает печками увеличенной мощности, подогревом руля, сидений у Весты, подогревом лобового стекла. С кондиционерами несколько сложнее. Нивы с кондиционером тоже случаются, хотя он не характерен для данной модели. Поставки товарных автомобилей планируется начать до конца года. В преддверии продаж стартует рекламная кампания, объясняющая преимущества русских машин перед верблюдом и готовность автоваза бросить вызов более привычным автомобилям Объединенных Арабских Эмиратов. Но уверенности в быстром возникновении интереса и формировании лояльной аудитории не очень много. Здешняя публика в автомобилях совершенно не разбирается. Покупать нехарактеристики, качество, экологичность исключительно бренд. Единственный критерий при выборе автомобиля в Эмиратах цена. Чем выше, тем охотнее покупают. Даже полиция руководствуется только ценовым параметром, покупает Макларен и боится ехать быстро, поскольку не умеет. Зато покупка дорогая, очевидная, потому уважаемая. Жигулям, чтобы обратить на себя внимание, придется не столько объяснять уверенный запуск двигателя при сверхнизких температурах, сколько акцентировать внимание на цене. И чтобы играть по местным правилам, стоимость обязана вызывать уважение. По идее, с этим затруднений не возникнет. Достаточно в российском ценнике сменить рубли на доллары. Была нива легенда за миллион рублей, стала за миллион долларов. Местные обязаны клюнуть. Когда Максим Соколов поедет перерезать ленточку, важно, чтобы не путался в показаниях. В каком городе у него случился дилер? Как называется? Чем торгует? Мантуров провел открытие лимузина строительного завода бесследно. Ни одной фотографии, ни одной заметки в местной прессе. На всех единственное сообщение ТАСС. Потому что никакого завода нет. Есть полковник ФСБ, закупающий по всему миру от имени Эмиратов комплектующие и запчасти для санкционных аврусов. Соколову придется также непросто, поскольку всерьез задевать дилерский центр в Эмиратах некому. И даже арабов для фотосессии придется завозить из Таджикистана, насыпать площадку песка и рисовать на заднем плане Персидский залив. Зато адрес дилерского центра может будет придумать любой. Эмираты послушно кивнут. Россия – страна надзора, запретов, проверок. Если власть не успевает следить за каждым, встают, собираются неравнодушные граждане и помогают доносами. Среди общественных организаций с функциями надзирателя – ветераны России. Статус – общероссийское общественное движение. Стилистическая ошибка в названии не случайна. Председатель организации Ильдар Резяпов не очень владеет русским языком, вовсе не оратор. Мысли и слова у него постоянно путаются, что отчасти объясняет, почему у его структуры три названия – «Ветераны России», «Ветераны Отечества» и «Немножечко политическая партия ветеранов России». В деревне Ильдар мечтал стать трактористом. Увы, не стал. Путано рассказывая о своем детстве, удивляет невнятностью. Его родители развелись, когда Ильдару было 5-6 лет. Сколько ему было тогда на самом деле, он сказать не может. Про маму он сообщил также нестандартно. Маму похоронили по состоянию здоровья. Несмотря на кашу в голове, Ильдар отлично пишет доносы, отчитываясь о проделанной работе на сайте организации. Свежая победа. Движение «Ветераны России» добилось отмены вечера памяти режиссера Риммана Сатуменаса. Режиссер назвал Путина убийцей. Резяпов пожаловался в прачечную, Мистерство культуры, и вечер памяти запретили. На днях Резяпов додумался ввести возрастной ценз на управление транспортными средствами и обратился в МВД с предложением запретить лицам старше 70 лет управлять автомобилем. В 70 лет все старые, дряхлые должны лежать под капельницей, ездить им некуда и незачем. Резяпову с высоты его незначительных прожитых лет рубеж в 70 лет кажется древностью, сопоставимой с возрастом Чингисхана. В обращении ветеранов России сказано, цитируя, «С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге». Прежде ветеран был пожилым, поэтому донос на стариков в полицию непроизвольно воспринимается как жалоба стариков на собственную старость и порыв самосознания в духе советского поднять цены по просьбам трудящихся. Но сейчас ветеран — это не старик, бравший Берлин, это молодой, контуженный под Грозным или раненый под Авдеевкой. Эльдар Резяпов — ветеран боевых действий на Кавказе, воевал во внутренних войсках. И благодаря контузии в свободное от доноса время берется управлять стариками, возрастом, вводить собственные запреты. Первым на инициативу нелепых ветеранов ответил Минздрав. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и для других участников движения. Оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия. Все требования четко регламентированы. Видя, что донос на стариков не удался, Эльдар Резяпов решил махнуть компетенции и ответил Минздраву, что он имел в виду не то, что сказал, а то, что подумал. В его путанных мыслях было предложение ограничить по возрасту тех граждан преклонного возраста, которые не прошли медицинскую комиссию. Если у ветерана Резяпова есть права, то он их, скорее всего, купил, провалив медкомиссию из-за контузии. Поэтому не знает, что система медицинского освидетельствования именно так и работает. Кто не прошел медкомиссию, права не получает. В любом возрасте. Примечательно, что неумная инициатива возникла в тот же день, когда старик Путин в возрасте 71 года сел за руль Ауруса и поехал кататься с Ким Чон Ыном. У Путина лучшие анализы в стране. Он переживет любую медкомиссию, но, по мнению ветеранов России, он достиг возраста выбраковки и за руль ему нельзя. Будет интересно почитать письмо ветерана-доносчика Резяпова в МВД на Путина. Беспощадно отрезанная от западных технологий и здравого смысла, Россия продолжает поступать на движение к прогрессу, используя опыт и наработки поколений. Советский Союз жил во враждебном окружении, подбрасывая дрова в топку конфликтов и все время остро нуждаясь. Стране были необходимы все достижения цивилизации, но чем ярче пламенела политика вокруг, тем сложнее становился доступ. Долго выручал империалистическую беспринципность. Генри Форд охотно построил в Советской России автомобильный завод, спасаясь от Великой депрессии, затем старательно помог Гитлеру и его партии НСДАП. Альберт Канн оснастил СССР танковыми заводами, металлургическими заводами, электростанциями, оказав содействие в подготовке Второй мировой войны. Но Вторая мировая все же немного отрезвила империалистов. И после победы они помогали Советскому Союзу все сдержание, что вынуждало партию и правительство искать варианты. И если Запад отказывал в поддержке, приходилось воровать. Одно время хватало добыть готовые изделия, скопировать, воспроизвести близко к тексту. Технологии были не настолько отсталыми и вполне справлялись. Тогда в инженерных институтах была специальная тема, как обойти патент. Студентов учили маскировать украденную у заграницы интеллектуальную собственность под достижение советской науки. Инженеры на производстве воспроизводили близко к тексту. Если же требовалось украсть секрет, спрятанный вдали от открытого доступа, в дело включалась советская разведка. Курчатов просил Судоплатова украсть чертежи центрифуги для обогащения урана. Разведка справилась. Курчатов Судоплатова благодарил в рукописном письме. Оно опубликовано, можно найти. Воровали не только ядерную программу, крали все остальное, от пылесоса и утюга до двигателя, коробки передач. Поскольку единого сценария в противостоянии с Советским Союзом не было, постоянно случались дружественные страны, идущие на взаимовыгодное сотрудничество, что позволяло СССР не только воровать запретное, но и покупать недоступное. Поэтому в самые мрачные времена в Советский Союз поставляли французские станки, американские джинсы, финскую бумагу, немецкие мерседесы. Сейчас Россия с наслаждением в кольце врагов, угрожает миролюбивой внешней политикой и показательно предотвращает всемирную гегемонию Америки, что превращает ее экономику в руины, перспективы в развалины. И как никогда Россия нуждается в помощи. В России нет ничего и необходимо все, от иголок и станков до технологий и компетенций. И на фоне привычного голода КАМАЗ внезапно заявляет о создании автоматизированной коробки передач. За 48 лет КАМАЗ так и не сумел сделать простейшую механику. Нынешнее в производстве с момента основания, все годы невыносимо. Поэтому, когда КАМАЗу требовалась нормальная коробка передач, завод брал готовую, немецкую, фирмы ZF. Пристрастившись к наркотику чужих решений, не имея сил для создания собственных конструкций, в 2005 году КАМАЗ учредил совместное предприятие ZF КАМА, хвастливо приписав германские достижения себе. Завод ZF КАМА является единственным в России производителем коробок передач для грузовиков в соответствии с мировыми требованиями к качеству. Прорывной результат. Никогда не могли сделать коробку передач, а утром научились лучше всех в стране и сразу на заветном уровне мировых требований. Сейчас от Федора и чашки ушли из стакана, остались одни тараканы. ZF покинул Россию, повесив ключи на гвоздик. Но КАМАЗ выстоял и с размаху изобрел коробку передач. Абсолютно новую, автоматизированную. Это не совсем автомат, но и не совсем механика. В мире это наиболее востребованный тип трансмиссии, что позволяет КАМАЗу гордо демонстрировать уверенную поступь в ногу со временем. Автоматизированная коробка обычно создается на основе механики. Берется обычное КПП, добавляется пара электромоторов, включающих сцепление нужную скорость, блок управления, официальная программа. КАМАЗ за основу взял свою собственную коробку 1310ТО. Это православная механика, результат умелой работы талантов из набережных челнов. Это немецкая коробка ZF-9S-1310ТО. Ее в набережных челнах до войны делали сами немцы, затем они уехали домой. Оставшийся персонал бывшего совместного предприятия поискал китайские аналоги, кое-что освоил в соседнем цеху и потихоньку воспроизвел близко к тексту германское изделие, как это во все времена делали советские инженеры в ответ на происки Запада. На КАМАЗе взяли готовую коробку ZF, поставили на нее актуаторы и получили полностью новое изделие, аналогов нет. Григорий Горин в формуле любви по этому поводу говорил, мы, граф, соседям сказали, что материализация состоялась, чтобы ваш авторитет не уронить. Вот, мол, было изваяние, теперь стала Марья Ивановна. Многие верят. Религия опиум для народа. Вздох угнетенной твари. Твари очень важен опиум. Необходимая иллюзия, требуется вздох. Но необязательная религия. Сказки тоже подойдут. К тому же их можно придумывать самостоятельно, добавляя достоверности, начиная верить в них наравне с религией. Большой популярностью пользуются сказки про Великий Советский Союз. Это самостоятельный жанр с подробностями, показаниями свидетелей, именами, цифрами. В этих сказках СССР выглядит вполне приличным, с элементами разума. Обязательные персонажи сказок — талантливые советские люди. Они все сделали, изобрели, придумали раньше и лучше других. И только герои других сказок про плохой Советский Союз ничему не позволили реализоваться. Один из недавних эфиров разбудил Герцена Герцен разбудил декабристов. Декабрист и Ленина в итоге возникла примитивная сказка. Ее отправной точкой стала моя фраза. Создавать свой автомобиль в СССР было некому. Оказывается, цитирую, «Нами предлагал вариант переднеприводного хэтчбека, но Брежнев через итальянских коммунистов заполучил огромный завод вместе со снасткой на 660 тысяч машин и стали делать итальянскую рухлядь». То же самое с СЗЛК. После 412-го были варианты своей машины, но руководство посоветовало скопировать симку. Всегда и везде все портили некомпетентные руководители, которые хотели копировать западное и не доверяли своим инженерам. Нет пророка в своем отечестве. Для сказок про Советский Союз тема прогрессивного автопрома обязательна. Полагается верить, будто СССР мог сделать приличную машину, но не сделал ни одной в силу плохого руководства. Страна хорошая, жизнь непрекрасная, промышленность плохая из-за непреодолимого начальства. Главной отраслевой институт «Нами» понадобился ради единственной темы — разработки многоосных ракетовозов. Требовался коллективный разум, превосходящий интеллектуальные силы разрозненных КБ. После освоения темы «Нами» не закрыли. Получился институт, работающий сам на себя. У каждого автомобильного завода страны было собственное конструкторское бюро, работающее с конкретными задачами. Все, что конструировали заводы, изначально создавалось под возможности производства. «Нами» всегда создавал абстрактные изделия, ненужные промышленности. Все, что придумывали в «Нами» не подходило ни одному заводу. И, как и полагается отсталому институту в отсталой стране, «Нами» был не в состоянии угнаться за прогрессом. Все идеи были второй свежести. Опередить время, придумать новое, вырваться вперед «Нами» не мог. Работа над передним приводом началась по подсказкам, когда игнорировать тему, освоенную за границей, стало невозможно. Передний привод изобрели во всем мире, кроме «Нами». С огромным опозданием, взявшись за создание переднего привода, «Нами» закупил заведомо не новые, давно серийные зарубежные образцы. Покатался, разобрал, скопировал, нарисовал чертежи, обошел патент. Показательная работа над созданием в 1969 году переднеприводного «Нами» 0132. Кузов взяли от «Фиат-124», двигатель, коровку, привода, переднюю подвеску от «Пежо-204». Для тех, кто не очень понял, в «Нами» изобрели передний привод «Пежо», украли готовые решения и применили талант и компетенции, совмещая один иностранный серийный автомобиль «Фиат» с другим иностранным серийным автомобилем «Пежо», и в результате получили отечественную, инновационную, прорывную конструкцию, освоить которую отсталая советская промышленность была не в состоянии. Когда главного конструктора проекта переднеприводного автомобиля «Дебют» Вячеслава Мамедова спросили, зачем он скопировал «Ситрайен Виза», он честно ответил, мне было интересно поработать над этой машиной. Сказки про москвичи «Ц1», «Ц2», «Ц3» еще печальнее, чем про беспомощный и никчемный «Нами». Когда Косыгин покупал под ключ «Фиат», в планах была покупка еще четырех автомобильных заводов. Следующим должен был стать «Рено», но идеи Косыгина вызывали серьезное сопротивление. В результате вместо покупки завода советское руководство ограничилось модернизацией АЗЛК, закупив по подсказкам и технологиям «Рено», французское оборудование «Лангепен», «Сиаки» и еще нескольких фирм. Вместо новой машины новая обертка для старого москвича. После 412-го требовалось перейти на передний привод, но конструкторское бюро АЗЛК, как и в случае с «Нами», могло работать только со вчерашним днем, чужими готовыми решениями и отсталыми технологиями. Поэтому концепт «Ц1» оставался заднеприводным. Это был все тот же 412-й в новом кузове. Замечаний эта работа получила столько, что ее решили никому не показывать. Бившийся головой о собственную компетенцию главный конструктор Черноцкий в панике потребовал делать «Ц2», потом испугался еще сильнее, потребовал бросить «Ц2», начать мастерить «Ц3». И все его замечания не затрагивали компоновку. Ни инженеры, ни конструкторы, ни руководитель не были в состоянии разработать, не отсталый автомобиль на освоенном во всем мире переднем приводе. Все, что в итоге смогло предложить заводское КБ, отсталый «Москвич-2140». После этого завод надо было закрыть и купить «Рено». Поступили наоборот. «Рено» не купили, «Москвич» оставили. Поскольку завод из тупика так и не выбрался, Министерство автомобильной промышленности, спасая АЗЛК, купило на распродаже во Франции документацию и оборудование для производства кузова от автомобиля «Симка». Правообладатель, американский Крайслер, продавал только кузов, не предлагал мотор и коробку. Поэтому получившийся из «Симки» «Москвич-2141» остался без мотора и без коробки. До последнего конвейерного дня коробку делали по обходной технологии. Зато «Лебединая песня» ЗЛК получилась все же с передним приводом. Сказки радуют простотой сюжета, отсутствием технологий. В них всегда есть радостный результат и непременный пророк в своем отечестве по имени Иванушка-дурачок. Действительность «Мостяная» создавать свой автомобиль в СССР было некому. Электромобиль — это в первую очередь рекорд скорости. Ни технология, ни экологичность, ни прогресс — именно скорость. Так повелось с первых попыток сдвинуться с места, когда любая безлошадная повозка нелепо выглядела, бесславно перемещалась, больше пугала и озадачивала, чем радовала и помогала. В колыбельном состоянии что на пару, что на бензине, что на электричестве нелепыми были все на равных, но электрические — самыми быстрыми. В 1899 году бельгиец Камил Женатце дважды отчаянный дилер электрических автомобилей. Дважды, поскольку, во-первых, верил в электромобили, во-вторых, норовил ради рекламы проехать на них быстрее всех. Он бросил человечеству и автомобилизации вызов, замахнувшись на невероятный рекорд скорости. Камил Женатце захотел разогнаться на электрической машине до 100 км в час. Ни один механизм на Земле в конце XIX века не был до такой степени дерзким. Машина у Женатце была опасной и смешной — ведро, прикрученное к телеге с дыркой подводителя. Ездит на ней смертельно, что 125 лет тому назад, что сейчас. Но Камил Женатце смог и установил рекорд скорости, став первым на Земле, преодолевшим рубеж в 100 км в час. Электромобили после него еще какое-то время морочили голову многообещающими перспективами, потом закономерно угомонились и забылись, что тогда, что сейчас. Добыча для них электричества остается экологической катастрофой, в XIX веке очевидной, в XXI спрятанной за забором. Элегантные последователи моды на все самое современное — часы, телефоны, электромобили — пытаются носить свои персональные предпочтения как нормальные предметы обиходы, заносчиво спорить с окружающими. Но электромобиль по-прежнему не очень подходит для нормальной повседневности, остается игрушкой, поиграл — положи обратно в коробку. Но если взрослые иногда ходят на работу с плюшевым мишкой, альбомом раскрасок, воздушными шариками, то почему бы не поехать на работу на электромобиле? Достал из коробки, взял плюшевую мишку, сел на электромобиль, поехал по делам. Но предназначение электромобилей все же не в том, чтобы казаться самыми прогрессивными и на этом основании путаться под ногами. Они по-прежнему больше всего подходят для рекордов. Тут становятся неважными все их особенности, нелепость и общая технологическая несуразность. Ведь странно считать прогрессивные технологии будущего древнюю проблему человечества с запасом хода. Прежде требовалось загрузить на парусное судно достаточное количество провианта и снаряжения, чтобы не умереть в дальнем походе. Затем потребовалось взвалить на паровоз побольше угля, чтобы он не замер посредине маршрута. Теперь человечество пытается придумать большой аккумулятор вместо большого бензобака. Задача с электромобилем точно такая же, как с паровозом, а за несколько веков до него с древнегреческой триремой образца 610 года до н.э. Зато электромобили подходят для рекордов. Как начал Камил Женаци в конце XIX века ездить быстрее всех, так электромобили продолжают борьбу за рекорды скорости в наши дни. Электромобиль Рима Кневера в 2022 году установил рекорд скорости для серийных электричек в 412 км в час. В ноябре 2023 года еще один задан наперед в смысле рекорд скорости при движении заднего хода – 275 км в час. Прекрасное использование электромобиля по прямому назначению. И для таких цифр не имеет значения, сколько кубометров дров сгорело в топке тепловой электростанции для выработки электричества, заряженного в аккумуляторы рекордсмена. Отсталость технологии получения и хранения электричества не сильно изменила за полтора века, но сильно изменились рекорды. В прошлый раз невероятные 100 км в час помогли человечеству перестать бояться скорости. Сейчас 100 км в час быстрыми кажутся только за рулем педальных машинок. Для остальных это медленно надо бы еще. И когда хочется рекордов, электромобили с их энергетической отсталостью подходит больше других, попутно обманывая иллюзии прогресса. Поэтому, когда невера заняла подиум, человечество закономерно задумалось о следующем рекорде. Ответить горячему хорвату решились итальянцы из компании «Автомобильная мануфактура Турина». У них немалый опыт в работе с быстрым электричеством, к тому же они очень красиво затеяли рекорд на той же самой трассе в немецком Папенбурге, где и Римак. Машину итальянцы одолжили у японцев из компании «Аспарк». «Аспарковцы», как это часто бывает, в процессе настойчивой работы успели забыть, для чего они это делали. «Аспарк» — фирма, занимающаяся чем угодно, только не автомобилями. «Аспарк» подбирает и тестирует персонал, ведет бухгалтерию, проводит аудит, управляет процессами, занимается производственным менеджментом. И когда они смастерили электромобиль, то не смогли ответить «зачем». Но в 2017 году показали машину «Аспарк Оул» на франкфуртском автосалоне. Техническое задание на искрящуюся сову — рекордный электромобиль, но не по запасу хода, не ради максимальной скорости, а чтобы оказаться электричкой с самой ураганной разгонной динамикой. Бухгалтеры, аудиторы, специалисты по подбору персонала сделали машину с самым резвым откликом на приказ начальника. На команду «Ко мне» никто в мире не умеет подскакивать так быстро, как «Аспарк Оул». В зачетной дисциплине от 0 до 100 км в час у совы не характерны для пернатых 1,9 секунды. Максимальная скорость — 418 км в час — это побочный эффект. Насладившись результатом и недоумением, бухгалтеры не решились сдвинуть письменные столы и начать крутить гайки самостоятельно, развернув посреди бухгалтерии производства. Вместо этого они попросили об услуге автомобильную мануфактуру Турино, поскольку у итальянцев похожая проблема. Они тоже сделали быстрый автомобиль Apollo Intensa Emozione и не смогли понять, зачем. Но итальянцы более нормальные, у них была настоящая машина с двигателем V12 от Ferrari. С приходом итальянской бухгалтерии появились деньги, закипела работа по тиражированию искрящейся совы. Своих эмоциональных Аполлонов они собрали 10 штук, японских сов — 50 штук. И пока итальянцы работали по контракту, они между делом воспламенились идеей нового рекорда. Не чтобы быстрее всех подскакивать к хозяйской ноге. А чтобы стать самыми быстрыми в мире, допилили сову, превратив в Аспарк SP600. Приехали на трассу Папенбург. Итальянцы посадили за японский руль немецкого гонщика Марка Бессинга и получили новый электрический рекорд планеты Земля в 438,6 км в час, обогнав машину Римака на 26 км в час. Это ураганная скорость. Получить ее непросто. Достижение важное и отважное. Именно такая гонка высоких достижений двигает прогресс технологий, пусть даже на изделии идеология которого никак не изменилась с 1899 года. Самым бессмысленным в советской школе был УПК — учебно-производственный комбинат. Там из будущих студентов пытались сделать рабочих. Глупость УПК состояла в том, что обязывала превращаться в пролетариат тех, кто собирался после школы идти не на завод, а в институт. Эта система профессионального обучения была создана ради детей, которые ни при каких обстоятельствах не собирались трудиться по рабочим профессиям. Америка эту задачу решает иначе, и в обучении ребенка крутить гайки вполне успешно. Там уроки труда получаются настолько полезными, что в УПК нет необходимости. Там, кстати, и уроки пения вполне благополучны. Голливуд любит вскользь показывать невиданный метод преподавания, когда весь класс — оркестр, и каждый ребенок всю школу играет на каком-то инструменте. Музыкантом не становится, но в теме разбирается и определенные навыки получает. Уроки труда получаются еще более наглядными. Американская семья из города Ноблсвилль, штата Индиана, папа — Рассел Кэмерон, мама — Молли, сын — Кевин, дочь — Клара. У сына в средней школе уроки труда. Они обязывали пройти стажировку. У нас подобное называется производственной практикой. Учитель приготовил детям на выбор несколько несложных мест с необременительной занятостью. Школьная система Ноблсвилля предлагает крупнейшую программу стажировок во всей Индиане. Но Кевин удивил. Он предложил учителю проект гоночного автомобиля для инди-кар. Настоящего. Учитель оценил масштаб затеи, ее продолжительность, затраты и попытался отговорить. Школьная практика не ставила задачей превратиться за лето в инженера. Но Кевин обосновал. Его следующий шаг — поступление в университет на специальность инженер-конструктор гоночных автомобилей. И самостоятельный школьный проект может превратиться не только в итоговый зачет за лето, но и стать довеском к вступительному экзамену в университет. И делать он его будет не один, с отцом. Координатор стажировок средней школы Ноблсвилля Дэн Николсон озадачился. Но папа и сын убедили и получили разрешение на стажировку не на заводе, а в семейной компании «Горизонт Моторспорт». Настораживающее название, не случайное. Кевину повезло. Он родился в семье владельца команды «Индикар». И детство он провел не в песочнице, а на гоночной трассе. А в 15 лет пришел к папе и сказал, что хочет не только глядеть, но и участвовать. Например, построив свой автомобиль. И отец согласился. Пора крутить гайки, работать руками, создавать машины. Тогда Кевин сделал себе рестомод «Шевроленова» 1972 года и даже начал выступать. Но потенциала машины не хватало. Как Кевин не старался, выиграть мешали технические ограничения конструкции. И для победы требовался автоген, набор ганечных ключей, совсем другие подвески, даже размер шин. Зато теперь, получив от школьного учителя разрешение на проект, с учетом предыдущего опыта и ошибок, был шанс сделать очень интересную машину. К тому же, гораздо быстрее, чем опасался учитель. На eBay был куплен дрэк-рейсинговый Pontiac Transam 1973 года. Всю гоночную начинку из него пришлось вынимать, поскольку она только мешала. Зато у машины сохранился вполне живой кузов. Остальное не имело значения. Проектировать гоночные автомобиль полагается на компьютере в специальной программе. Собирать в профессиональной мастерской. Но Кевин машину делал в папином гараже на глазок, имея только один подходящий инструмент — лазерный дальномер. Они с папой садились вместе, рисовали что-нибудь на бумаге, салфетках, на все, что попадет под руку. Это становилось рабочими чертежами. Затем брали лазер в верхней части силового агрегата и строили шасси с нуля без остальных точек координат. По этому поводу папа резюмировал. У нас есть гараж и изобретательность. Кевин сварил каркас, совместил его с двигателем, трансмиссией, рулевым управлением, подвеской. Накрыл кузовом, который тоже пришлось переваривать по месту, попутно меняя часть железных деталей на кевларовые. Самый важный момент проектирования — сесть на стул, разложить вокруг будущий автомобиль, потом превратить в проект на салфетках, затем в реальную машину. Поскольку за плечами был шевроле нового, Кевин прекрасно понимал, что требуется делать. К тому же папа вытащил из-за кромов подходящие под задачу сокровища и разрешил поставить на патиак трансам гоночные подвески, оставшиеся от папиной молодости в индикар. Но остальных подсказок не было. Всю машину надо было варить, крутить, отрезать, шлифовать, собирать самостоятельно. За летнюю практику на уроках труда Кевин получил максимально убедительные навыки слесаря, сварщика, инженера, конструктора, менеджера. По мере продвижения Кевин успевал радовать школьному учителя и руководителя практики, разрешивших ему так увлекательно потратить лето. Они приезжали, любовались, помогали советами и убедились, что это не обычный для Америки проект «Папа и сын мастерят в гараже» и вовсе не школьная практика, а инженерно-конструкторская работа студента. В итоге радовали все вчетвером. Пятым испытавшим восхищение оказался сосед Майкл Гуд. Он смотрел за превращением чудовища в красавицу и, когда проект приблизился к завершению, позвал папу и сына к себе в гости на выставку Сема, на самую главную в мире выставку автомобильного тюнинга, поскольку сам является ее организатором. Пантиак Трансам с 1973 года получился. Теперь год его второго рождения — 2023. Это настоящий гоночный автомобиль в полном соответствии амологационных требований главной гонки Америки Индикар. Заодно это зачет по летней практике уроков труда, а также работа первокурсника Университета Индианаполиса. У машины есть собственное имя. Сестра Клара как-то увидела брата в северном сиянии сварки, склонившегося над каркасом будущего автомобиля, и отметила, что получается форма, похожая на рыбу-молот. Поэтому машину зовут молот. У студента Кевина Кэмерона, прекрасно умеющего крутить гайки, создавать автомобили, готовится следующий проект. Он начинает работать над весьма неожиданным для гонок Индикар автомобилем Фордом 1932 года. Резюмируя свою летнюю практику по урокам труда, Кевин сказал, если вы хотите добиться успеха в автоспорте, полезно учиться в правильной школе. В истории автоспорта есть удивительное имя «Пьяный Дункан». Так прозвали английского гонщика Дункана Хамильтона. За то, что в 1953 году он выиграл 24 часа Лимана, не приходя в сознание в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения. Его пьяным напарником был еще более легендарный Тони Ролт, но его легендарность иного плана. В войну офицер Ролт семь раз бежал из немецкого плена, в том числе один раз на самодельном дельтаплане. Два столь отъявленных хулигана могли выиграть вообще любое состязание, но история тактично сохранила в их биографии только Лиман. Гонщики выступали за заводскую команду «Ягуар». Их машиной был специально построенный для победы «Си-Тайп». Во все времена Лиман считался одной из важнейших гонок. Создавать под него спорт-прототипы фирмы начали почти сразу, отодвинув в сторонку первоначальное целеполагание затеи, когда суть была в том, чтобы предъявить потребителю выносливость серийного автомобиля. Ресурсные испытания появились позже, став не спортивной дисциплиной, а правилом заводских доводочных испытаний. Но в самом первом заезде 1923 года было важно на глазах у публики проехать как можно больше кругов и не сломаться. Это самый наглядный способ показать, какая машина действительно надежная. Примечательно, что организатором первой автомобильной гонки на выносливость стала велосипедная фирма. В июне 1953 года «Ягуар» доставил три своих автомобиля в Лиман. Хамильтон и Ролт успели провести предварительную тренировку. За рулем гоночной машины очень важно присидеться, привыкнуть к рулю, тормозам, пройти трассу, проверив поведение в поворотах, разгонную тормозную динамику. За тренировку Хамильтон и Ролт взялись ответственно, отъездили ее успешно. «Ягуар» числился в фаворитах и по праву претендовал на пьедестал, что очень нервировало конкурентов. Альфа-Ромео, Феррари, Лянчо, Пегасо, Тальбо. Оценив потенциал «Ягуара» и почувствовав перспективу поражения, в ход были пущены интриги, и машину Хамильтона и Ролта дисквалифицировали. У них гранаты оказались не той системы. По официальной легенде, машина вышла на разминку не под тем номером. Вот и прекрасно, подумали Хамильтон и Ролт, значит, мы свободны. Участвовать будут два оставшихся «Ягуара», мы до понедельника не пригодимся. Они пошли в ближайший бар и выпили все пиво, которое нашли. Размеры совершенного подвига историки пытались измерить в пинтах и до сих пор спорят, какая доза могла довести обоих до комы, в состоянии которой их разыскал менеджер команды Лофти Ингланд. Особенность джентльмена в том, что вне зависимости от дозы их не приходится искать под столом. Истинные герои даже в алкогольную кому впадают в стойко. Ингланд добился фокусировки зрения обоих пилотов и сообщил, что Овсо уладил. Они допущены к старту, их ждут через 15 минут. Хамильтон и Ролт застегнулись на все пуговицы, приняли вертикальное положение и по приборам и ощущениям добрались до Пандека, где на ощупь осознали свой гоночный «Ягуар» и вышли на старт. С первых минут они навалились на «Феррари» великого Луиджа Велорези и великого Альберта Аскари. Англичане понимали, что у итальянцев двигатель больше, мощнее, зато у «Ягуара» лучше управляемость и тормоза. Поэтому напрямых британцы шли в предельную резвость. Половина гонки неизбежно проходила в условиях плохой видимости. Сначала ночь, затем предрассветный туман. Аскари был вынужден осторожничать, терял на каждом круге 10 секунд. В отличие от Хамильтона и Ролта, у которых в голове темнота так и не рассеялась за всю гонку, поскольку протрезветь они все еще не могли. Поэтому оба все время мчались в пьяном тумане, прибавляя на каждом круге по 2 секунды. Эту гонку они с блеском выиграли. Остальные трезвые гонщики заводской команды «Ягуар» — Стирлинг Мосс, Питер Уокер — приехали с отставанием в 4 круга. Третья машина Питера Уайтхеда и Яна Стюарта показала себя неплохо, но на пьедестал не попала. Помимо пьяной победы, в 1953 году «Ягуар» записал в копилку еще одно важное достижение. Впервые в истории Лимана средняя скорость составила 100 миль в час. Войдя в историю как два пьяных гонщика, блеском славы Хамильтон и Ролт воспользовались по-разному. Хамильтон, ставший навсегда пьяным Дунканом, охотно рассказывал, сколько выпил, как ураганно после этого носился по треку. Офицер Ролт сделал вид, что все не так, он вообще не пьет, в баре читал газету, победил потому, что хорошо ехал на хорошей машине. Объявление в газете. Необходимо доказать, что пока у человека есть автомобиль, он может сделать все, что угодно и добраться куда угодно. Решится ли кто-нибудь этим летом проехать от Пекина до Парижа на автомобиле? Газета «Лю Мате» 31 января 1907 года. Тогда, 117 лет тому назад, уже было поднято, что автомобиль — это свобода, и ехать надо везде всегда до тех пор, пока не кончится бензин, а вовсе не силы, воли и дороги. Люди той эпохи знали, что они живут на пике прогресса. Человечество изобрело все, что только возможно. Есть электричество, телефон, есть патефон, аэроплан, паровоз, пароход, есть автомобиль. Больше изобретать нечего. И все достижения прогресса невероятно современные, технологичные и очень надежные. Лошадь не преодолеет за день больше 40 километров. Автомобиль без капремонта в состоянии преодолеть 500 километров. Нам автомобили того периода кажутся несуразными, сырыми, ломкими. Их современникам они представлялись пиком совершенства, образцом надежности, что окрыляло и позволяло ехать не глядя. На старт 10 июня 1907 года записалось 40 команд. В Пекин смогли проехать только 5. Но к тому моменту Орг комитет гонку отменил, что не смутило участников, и они помчались из Китая о Францию. Китайской земли выдалось немного. Основная трасса прошла через огромную Россию. 18 мая 2024 года в столице Китая стартовал пробег Париж-Пекин. Это все та же гонка на таких же машинах, не допускающих современности, но традиционно обнадеживающих. Возрастной ценз 1976 год. Дистанция прежняя — 14 тысяч километров. Но в объезд России. Устраивать исторический праздник в стране, развязавшей войну, недопустимо. Поэтому Китай, Монголия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Сан-Марина, Италия, Франция. Финиш 23 июня 2024 года. В исторической гонке участвовало 110 автомобилей. Самый древний — Американ Ла Франс, 1914 года. Ему 110 лет. Самый фотогеничный — Бентли, 1928 года. Всего до военных машин 20-30-х годов 22. Самая молодая машина — Порше 911 Carrera, 1975 года. Ей 59. Пекин-Париж — это не туристическая поездка. Это соревнования. Здесь надо победить. Поэтому по всему маршруту заготовлены допы, спецучастки, отдельные упражнения по фигурному вождению, умению ориентироваться, быстро соображать, крутить руль. Вот только за рулем не гонщики, туристы, люди воли, простора, выносливости и того интереса к жизни, которого так боятся в современном мире. Из-за российской недостаточности дорога выдалась пыльная, в основном по монгольским и казахстанским степям, с полным погружением в окрестное Средневековье и никогда не уходившей отсюда первозданности. Здесь всегда никого. И только воля и небо — такие важные для любого из нас. Для цивилизованных горожан это особенно остро, когда ни позвонить, ни притулиться, ни спрятаться. Большое путешествие начинается с первого шага, и он безвозвратно сделан, открыв путь гораздо длиннее, чем маршрут гонки. В этом состязании, где важны минуты и секунды, еще один зачет, где важны впечатления, настроения, дух, где разговоры не о том, кто первый, а кто разглядел больше остальных, увидел дальше возможного, понял шире допустимого. Как и 117 лет тому назад, автомобиль — это свобода, и ехать надо везде, всегда, до тех пор, пока не кончится бензин, а вовсе не силы, воля или дороги. Вопросы, ответы, реплики наша с вами любимая. Александр Николаев. Начальник отдела Минпромторга Денис Пак неожиданно увидел в кабаке равенство народов в виде табуретки. Когда до пуще глупых холопов дойдет, что перед табуреткой все равны, таким как Пак, еще много волнующих моментов придется пережить, но переживут не все. White Horse. Типичные русские, про которых известно, они принадлежат государству и не могут без него существовать. Предоставленные самим себе, они ни на что не способны. Продолжать жить под опекой правительства все, чего они хотят. У этой цитаты, на самом деле, не менее увлекательное продолжение. Это круг людей, играющих подчиненную роль, хитрых, ограниченных, эгоистичных, поверхностная образованность которых делает их еще более отвратительными. Тщеславные и жадные до наживы, продавшиеся душой и телом государству, они сами в то же время ежедневно и ежечасно пытаются продать его по мелочам, если это может дать им какую-либо выгоду. Полное собрание сочинений Карла Маркса, том 11, страница 123. Алексос Баравикас Нормальные автомобили делать еще не научились, а берутся за электромобиль. Да что там делать? Копировать толком не получается. Производство не политика, былой славой клиента не удержишь. Приходится вооружаться репрессивными методами. Неверных в ссылку, сомневающихся обложить неподъемными налогами, патриотам продавать средства для пыток под видом автомобиля. Пусть радуются. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...